а не разница есть полностью так должны работать печки для меня важно для заказчиков это очень важно 178 77 даже если там 3-4 часа будете топить за нижнюю часть она вообще холодная здесь всем приветствую дмитрий михайлов и на моем канале коммен бай сейчас расскажу про эту печку потому что не очень много особенностей во-первых а эта печка которая находится очень близко возле стены по паспору 18 сантиметров до горючего материала первое на что надо обращать внимание когда вы покупаете печку и у вас горючка рядом стоит это то чтобы внутри было берем курить либо какой-то керамические панель здесь керамика стоит по бокам и верху стоит вермикулитовая плита она съемная то есть если надо почистить дымоход то дымоход чистится снизу никто мне не ответил на вопрос герметична она или нет что значит герметична то есть это говорит о том что на печка можно регулировать оптимальное горение вы можете регулировать воздух но что есть печка как бы вы там не закрывали заслонки шиберны все равно подача воздуха идет практически неконтролируемая и шибер нужен и здесь я тоже я перестраховался но никто мне не мог ответить нужен ли здесь шибер распарим запустим проверим дымоход проверить температуру насколько нагреваются стенки насколько нагревается дымоход потому что вначале она стоит неутепленная вставка и потом мы перешли на утепленную трубу визуально печка очень красивая и должна быть функционально подачи идет горение через ольги здесь автоматически это пружинка стоит и идет закрытие потому что вы закидываете отвлеклись весь сама закрылась этого механизма нет она очень полезна то почему уж неприятная ситуация просто могут выскочить вот это первый розжиг потому что у меня очень интересен как печки начинают работать как они реагируют ждем вот начало подхватилось такая тишина заказчики волнуются я тоже волнуются но я волнуюсь конечно потому что работа моя установка моя все эти печки уже наверное я смонтировал три или четыре штуки но запуск все остальные находятся очень далеко от минска все тяга и сейчас начинается атакой равномерный завет потому что изначально увидели что на стекло дым пошел это нормальная ситуация сейчас все прогреется и все пойдет вверх потихоньку потихоньку не спеша правда ветер дует проблема сразу возникает это мои помощники главное ладно не твое сидя с папой работаю где надо дымоходы покупать сынок не знаешь я тоже не знаю ладно давайте посмотрим сейчас реально классно и пошло тепло уже начали стенки прогреваться еще очень теплых градусов наверно 60 ближе к 80 температурные замеры тоже сделал ну давайте начнем с этой регулировочки потому что эта печка то что касается ходов хитрых она очень хитрая здесь подача воздуха идет потому что сзади он джеклера есть инженеры немножко конечно поизвращались над ней все гниг вы видите как пламя немножко потухло да класс супер как пламя играет давайте дальше закроем другую регулировку вот это называется кайф посмотрите где сейчас огонь вот этим можно наслаждаться просто на последнее время я удовольствие такое получало инвикты ова 10 киловаттной но это чугунный вариант был а это стальной при том что она ове нагрева нагрев был задних стенок 300 градусов 300 350 раз вы представляете какая температура это огромная температура здесь с точки зрения пожарной безопасности я держу руками да здесь режима работает вы все видите своими глазами это мою тупечку можно предлагать можно покупать нужно покупать ну просто супер посмотрим как она реагирует на шибер сейчас его перекрою честно говоря я разницы не вижу разница есть полностью инженеры здесь конечно воплотили здесь свои мысли игры всплеском идет по крайней мере от него не хуже да вот это режим конечно просто в этом режиме там часов пять смело будет балдеть и греть с определенной температуры поэтому у нее температуру кажется минимальной и максимальной на всех печах европейского производства они ставят там 7-10 киловатт то есть в таком режиме 7 дает киловатт если когда печка греет когда она здесь полностью пламя бушует это 10 киловатт поэтому не должно быть один показатель там 10-12 киловатт нет сейчас я открою шибер посмотрим будут ли изменения какие-то сейчас она такими всплесками играет ну смотрите шибером она полностью затухает пламя вообще уходит сейчас я открыл шибер если когда шибер я перекрыл другой то был то не было то не было то не было такими всплесками воздух где-то подсасывал ограничено был все равно воздух будет заходить и на задней стенке сейчас идет я открыл шибер и все равно огонь есть сейчас давайте еще поэкспериментируем закроем все таки его я пока еще могу дотрагиваться где-то градуса 120 примерно он сейчас мы его перекрыл все равно вы должны понимать что 25 процентов площади остается открытой у шибера да нет никакого значения не имеет эти печки можно ставить без шибера особенно это для дизайнеров потому что дизайнерами когда я работаю они не любят эти шибера потому что они красивы некрасивы это уже второй вопрос дизайнеры не любят их потому что я их ненавидит на я открою палашку а теперь давайте подам воздух в камеру сгорания ну начнем давайте посмотрим как пламя начинает потихоньку увеличиваться то есть реально реагирует на минимальное изменение подачи воздуха сразу идет реагирование на пламя то есть нет такого что минимум и максимум нет с каждым увеличением подачи воздуха идет увеличение огня все перед вашими глазами теперь я закрою обратно еще схватывает подождем пару минут потому что воздух гуляет и сразу так не закончится теперь задние жиклеры подпадают сейчас вот в этой области где жиклеры прямо огонь и держится внизу уже напомню образовались угли сейчас другую заслоночку открываем постепенно что же происходит увеличение сейчас мы открыли дверь регулировки полностью сейчас она наберет свою силу мощь сразу схватывает стекло так облегает полностью прямо вырывается сюда наружу а сразу видно что над печкой работали ни один ни два дня потратили на нее с точки зрения технического исполнения подачи воздуха в камеру сгорания и вот мы закрываем видите горение происходит в верхней камере круто ну и внизу здесь еще подхватывает так должны работать печки особенно когда заявляют что режим третийного ударения режим газогенерации там да, вот эти можно наслаждаться сутками все, давайте перейдем в другой режим и пусть у нас что-то свечи горится так как положено так, давайте сделаем по печкам все, видите сделаю сейчас маленькие температурные замеры сейчас начнем замерять температуру как я обещал потому что для меня несколько показателей важно горение это одно да, добились да красиво с мучениями, с проблемами но результат есть давайте пойдем пирометром сейчас сразу вам на показатели покажу то есть в районе дверки нижней рамки 177-173 градусов вверху должно быть больше да, так и есть в районе 290-300 градусов где-то 270-220 260-208 играет то есть вот здесь самое горячо будет в районе 300 градусов сверху немножко ниже потому что рамка она тоже со своими ходами ручка зеркальная поверхность вот я рукой держу а здесь до 40 градусов вот в верхней полости где-то градусов может быть вот здесь вот на этой вот переходе на шейке градусов 60-70 но вот здесь вот я держусь это полтора часа где-то уже наверное ну около полутора часов то есть здесь все равно как бы не было даже если там 3-4 часа будете топить вот за нижнюю часть она вообще холодная здесь вот здесь горяченькая здесь холодная то есть это очень важный показатель когда вы покупаете печку эффективную хотите от нее максимально удовольствие получать потому что я в свое время не показывал такие моменты на ручку не обращал но люди просят окей поехали вниз ну а там 33-34 это вообще не температура то есть стойка все равно плиточкой обкладывайте потому что здесь могут искр опрокидывать и ну и для чистоты там дрова те же положить легко обслуживать поэтому пизестальчик надо какой-то делать давайте боковые стенки замерять вниз ничего 60-80 и пошли вверх 120 117 118 ну скажу так это вообще не нагрев в ящике одно из условий было чтобы не облицовывать а стенку оставить такую как есть потому что в чугунном варианте ни в коем случае здесь такие фокусы не проходят тепло передаться на гипсокартон и просто возможно возгорание стенку я потом тоже вам замерю но это не температура 113 градусов это ерунда ну здесь все то же самое 100 105 102 ну и вниз пошла там где зольник 60 градусов давайте до задней стенки я доберусь смотрите вот уже печка начала газить уже запахи пошли я уже вижу 60 50 градусов ну это вообще не нагрев так ну и по дымоходу пошли 280 290 255 температура немножко гасится на переходе вот она пошла вниз 100 78 77 потому что на утепленке температуру вы видите разницу да вверху 66 градусов то есть спокойно рукой я вам сейчас покажу как это все держится здесь 290 220 экраны столько же сколько примерно и дымоход немножко меньше 56 55 сейчас сделаем замеры по стене потому что для меня важно для заказчиков это очень важно 30 33 градусов вверху вот в этой области в районе 50 градусов держится за счет того что неутепленно стоит дымоход первый разгонный участок это низкие температуры 60 градусов проблема была бы если здесь температура превышала 100-120 градусов вот это уже проблема ну и в данном случае выше 80 если поднималась температура тоже уже нежелательно потому что краска скорее всего начала бы желтеть то есть в этом варианте если у вас нет возможности вот здесь полметра до горючего материала это то расстояние которое заявляет производитель фирмы Дарко расстояние до горючих материалов печка уже заканчивает гореть уже угли образовываются задачи которые стояли передо мной перед продавцами магазинов которые продавал эту печку это подобрать такой тепловой агрегат при котором стенки задние минимально нагревались то есть сейчас стенка нагревается там внизу 30-40 градусов вверху за счет того что дымоход не утеплен 50-60 градусов это та температура при котором возгорание и как-то нарушение материалов ну невозможно это маленькие температуры а если бы здесь продавец продал бы чугунный вариант печи то эта температура бы стенки была в районе 120-140 градусов поэтому если вы хотите печку в первую очередь жаробезопасную то у нее должно стоять внутри либо вермикулитовые плиты либо керамический там керамот либо там под различными названиями их продают для чего это нужно для того чтобы огонь отдавал жар вперед то есть материал чугун он отдает от одной стенки внутренней наружу напрямую ничего его не останавливает здесь за счет внутреннего вот это обрамления вставок тепло вермикулит отталкивает от себя керамика наталкивает и тепло дается наружу и уже конвекция происходит за счет воздуха который обходит ну и здесь металл нагревается плюс вверху здесь решетка есть через верх выходит это уже конвекция воздуха идет за счет того что воздух поступает вниз печи и выходит через верх тем самым проходит прогрев это нормальная ситуация это обычно так и должно быть по регулировкам скажу так она герметичная печка шибер на нее не ставьте не надо еще раз входит потому что дизайнеры они за этими шиберами очень поэтому регулировки работают то есть верхнее горение есть пламя полностью затухает вы все видели все было перед вашими глазами по стеклу я не увидел как идет горение потому что обычно печки они когда регулировку на стекло пускаешь например пламя идет на стекло здесь я этого не увидел наоборот при закрытии вот этой заслонки она может выбивается сюда ну не знаю возможно конструктивная какая-то хитрость все комментируйте по этой печке потому что это довольно новая модель приятно когда люди получают удовольствие от моей работы и от теплового агрегата который они все обвели все с вами был Дмитрий Михайлов коммен бай подписывайтесь на мой канал комментируйте всем хорошего настроения это мой старший помощник да вот младший да это выходной день нормальная ситуация справка так все следует я